Наш любимый оппонент-священник-прото-иерей Андрей Ткачев высказался на тему нашего любимого праздника по имени Хэллоуин. Это у нас Хэллоуин, так сказать, почти на носу. Он еще не сейчас, но он совсем скоро. Хэллоуин – это изначально встреча зимы, поэтому и присутствует тема смерти, то есть, когда природа умирает. Это All Hillows Eve, так называемая вечерня, священная вечерня накануне всех святых. Всех святых по католическому календарю – это 1 ноября. Это как масленица, изначально бывшая в дохристианские времена встречи весны. И такому серьезному празднику одного дня мало. Поэтому Хэллоуин длится всю последнюю неделю октября, ночь с 31 октября на 1 ноября – это кульминация праздника. И в Англии, и в Америке движуха длится целую неделю, прямо как в России масленица. С приходом христианства языческие праздники попадали на христианский календарь, и происходил культурный обмен. К старым языческим движухам добавлялся христианский смысл, то есть к теме встречи зимы в Хэллоуин добавилась тема всех христианских святых. Современный Хэллоуин давно потерял свои религиозные корни и превратился исключительно в культурное явление, то есть просто костюмированное движуха. И теперь по всему миру есть довольно большое число пустоголовых людей, которые паутинку растягивают, в скелетики одеваются, тыквочки рожицы режут, свечечки зажигают. Вот и ответ на вопрос, почему мы, убежденные православные христиане с богословским образованием, демонстративно празднуем Хэллоуин. Исключительно для того, чтобы люди со стороны не ставили нас в один ряд со священником, который называет пустоголовыми тех, кто ему непонятен или неприятен. А мы уважаем чужую культуру, хотя и не соглашаемся с чужими религиозными взглядами, вкусами и политическими убеждениями. У нас в стране пока еще свобода вероисповедания не отменена, и мы не хотим становиться в один ряд с теми, кто эту свободу хочет отнять. Говорит, бе-е, друг друга пугают. Мы не так пугаем. Православный Хэллоуин, Бог с тобой, ты не один, чтобы не болел народ. Нам иконы целовать запретили, твою мать отменили крестный ход. Мы адаптируем культурные традиции чужого праздника, пока еще чужого праздника, к тому, что вокруг нас. Потому что баловаться со смертью нельзя. А что означает, по-вашему, баловаться со смертью? Где критерии, что можно, что нельзя? У кого есть такие полномочия определять, что можно, что нельзя? Почему выкапывать кости из могилы и выставлять в храме для целования можно, а надеть футболку, на которой нарисован чайпи кости или скелет, нельзя? Хэллоуин в нынешнем виде – это свинское баловство с тайной смертью. Хэллоуин в нынешнем виде – это костюмированная движуха в вольном стиле. И тематика давно уже вышла за рамки темы смерти. Иногда просто в обычной одежде присутствуют зубастые тыквы, змейки, летучие мыши, насекомые. Вот, например, у меня в костюме просто цветовой код Хэллоуина. Чёрное платье, оранжевая косынка. Ну, есть ещё эльфийские уши. Отсылка к фольклору про эльфов. Цветные волосы – отсылка к японскому аниме. А косынка на шее, как пионерский галстук. Отсылка к компьютерной игре «Бесконечное лето». А парик я свой мужу отдала, потому что у меня волосы и так цветные. А Хаги-Ваги – это мой особенный ребёнок, которого я родила после того, как я отказалась от аборта. Ну, а у меня всё поскромнее. Ну, просто парик, чтобы плешь на голове прикрыть. Так всё-таки красивше будет. Ну, и плюс, необычно, тоже отсылка к японскому аниме. Ну, и ещё вот так по мне змея ползает. И где здесь тема смерти? А её нет, потому что Хэллоуин давно стал просто костюмированной движухой. И за порогом смерти тебя ждёт Господь, которому ты отдашь, и я отдам. Ответ за всю свою бедную и несчастную жизнь. Перед Богом мы ответим, потому что мы знаем свою веру и не видим ничего непристойного в Хэллоуине. Так же, как не видим ничего непристойного в том, чтобы послушать музыку и потанцевать на дискотеке. И даже посмотреть фильм с мистикой и ужасами. Люди, которые балуются со смертью? Люди, которые балуются со смертью, это те, кто рискуют жизнью, выполняя опасные действия. Например, гоняют на мотоциклах, гуляют по крышам домов или катаются на вагонах. А не те, кто носят на одежде какую-то атрибутику, которая связана с темой смерти. Вот Хэллоуин, конечно, напивающийся до безмеры. А при чем тут вообще тема пьянства и Хэллоуин? Кто злоупотребляет, тот бухает и без всякого праздника. Вот у меня как бы вопрос наперед. Вы вообще как относитесь к этому всему? Вы вообще понимаете, что со смертью баловаться нельзя? Если вы кого-то хоронили, вы никогда не будете праздновать Хэллоуин. Это будет оскорбительно для вашей совести. А смерть в реале и смерть в искусстве – это не одно и то же. Так же, как насилие в кино или в компьютерной игре – это не одно и то же, что насилие в реальности. И если и есть в теме Хэллоуина тема смерти, то это не про смерть в реале, а про смерть в искусстве. И я, поскольку еще есть время, просил бы максимального репоста. Хотите айпост? Ну дадим репост. Ссылка на полное выступление священника Андрея Ткачева в описании под нашим видео. А мы, в свою очередь, попросим наших зрителей в качестве альтернативного мнения зарепостить наше видео везде, где они увидят ссылку на видео Андрея Ткачева про Хэллоуин. Так будет справедливо!